всем привет это канал красного герцога и сегодня мы продолжим рассекать по аномальной зоне на старом универсале с игрой pacific drive прошлой серии мы собственно покатались по лесу попытались проехать так сказать по маршруту да в этот самый сиерам вернуться куда нам надо по заданию вот через эту я открыл здесь локацию новую но как бы дорожка открылась но там сейчас как бы не очень хорошо поэтому мы отправились обратно туда же да по старому маршруту как ездили первый раз и здесь у нас зона зона постоянно меняется да и у нас здесь какая-то новая хреновина в этой зоне образовалась которую надо съездить да поглядеть ну и заодно забрать опять же не якоря после чего отправиться дальше значит все мы сейчас прямо потом налево потом направо окей ну погнали нам погнали поехали поглядим че у нас там так и дверь к у меня открылась вот в какой момент она открылась вот в какой момент она открылась закрылась дверь когда я тронулся на походу интересно нет пока закрыта парк включил выключил тоже нет интересное дело опа а ты что такое ежики ежики идите в жопу зайки точнее не знаю почему зайки по мне так они вполне себе ежики налетели набежали а дверка опять открылась когда в какой момент когда я остановился кстати меня радиация жарит вот это что за хрень наверное аномалия блестящий булыжник я могу чтобы чем сделать могу уничтожить но и только ничего от него после этого не осталось так машине меня радиейшем не так жарит так смотрим двинулся нет на скорости почитаем про булыжник чуть позже и 60 пока дверь закрыта не было тумелей в этой зоне да в этом на этом перекрестке меняется меняется сукин сын ой бам зона то аномальная о плазму надо плазму собрать так слушать учет до хрена тут этих булыжников блин а тут радиация вылезать как не очень охота давайте почитаем все таки что это за аномалия такая блестящий булыжник кстати мы про похитителя так не почитали так привет это она я тут лечу и у нет почему опять я я только хотел проверить метеостанция здесь эти новые аномалия помогите к ним если прикоснуться то нет держись чарли я конечно просто метеоролог они инженеры пыли физик ну похоже это что эти штуки освобождают огромный заряд энергии когда их трогаешь а если в них врезаться тебя как из рогатки выстрелит а чарли держись понято подать похититель глянем чем дорогие мэгги как же я соскучился по тебе и нашим сорванцам прости что не написал раньше тут такое творится что времени нет совсем только сейчас вот выдалась минутка ну я решил чиркануть пару слов надеюсь ты разберешься мои закорючки тут просто такое дело мы с парнями застряли на дереве вместе с фургоном подробности рассказать не могу секретная информация сама понимаешь но ты не волнуйся с нами все в порядке подмога должна быть часа через два пока мы повесим тут в 50 футах от земли прямо у самого обрыва я стала отправлю письмо как только вернусь барак а потом еще одну напишу получше зато это будет с картинкой не прямо на дереве нарисовал по крайней мере на вид из окна тут грех жаловаться с любовью джо ну опять же 0 информации так ну давай вылезем конечно это не очень хорошо для меня но тихо плазма очень даже нужно ее не так уж и много где можно насобирать да подбери ты уже бегом 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 пока я не сдох от радиации не трогай мою машину и трогай мою машину вот падла вот ведь падла у меня прям с разгона в эту аномалию вогнала блин там еще плазма дверь открылась конечно хи 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 еще бы она не открылась вот тоже radiation нет вроде тут нет ну давай еще плазму соберем темно опять как у негра уже все время везет то на ночь тут тихо мне казалось тут еще одно есть нет ну есть но немножко подальше а это аномалия электровышка это аномалия ладно затем и не блин ну надо 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 ладно электровышку тоже почитаем ой не надо у меня кончился этот молот ударный надо сделать сначала так мне просто спустить ты не надо начинается 5 летит ой а мне материалов-то нету ха-ха-ха-ха-ха молодец нет остался ну значит не судьба не соберем мы те штукенции но лишь стальные пластины ты держишь туда получше так где у нас дорогу-то алё а пардон отвали отвали на дорогу нашел сука приставучая зараза вот раз вроде более-менее обошлось вот дорогу блин че хрен разглядишь ее тут это радиация началась так ну еще пару аномалий зато посканировали но уже неплохо так металлолом чиками на них не валяется на дороге в этот раз а он мне сейчас как раз пригодился бы сделать ударный молот кто заказывал металловом лево-право так а тут есть вообще а тут по ходу нету ни хрена есть только вот этого исследователи бюро немножко напилить планы попилю тогда и готова молоток я сделал как раз хватило так что двигаемся дальше дальше нам направо нам хорошо там еще ресурсами выливать в машине вот ты и целая стальная дверь так что ежели что мне есть на что заменить так и вот сюда получается на право а тут электрический туман да какая прелесть придется объезжать по краешку по краешку тебя тоже надо как-то объехать и не врезаться так а тут у нас лево-право крутит какая насыщенная нынче локация до хоррэ блин и где-то не-не-не-не-не-не-не-не-не-не нет 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 я знаю прям я знаю куда ты меня тянешь отстань отстань не хочу отстал так где-то слева там вот это вот хреновина мы пойдем смотреть надеюсь она нас не убьет стать интересно могу ли я в это лево-право заходить еще у нас катать и скоро фонарик кончится 4 ни хрена не вижу папа а в расти тут не металлолом раскидывает так ребят собираются все активнее и кидаются у меня металлолом спасибо конечно вообще я искал при новину и чё-то я тут никакой хреновины не вижу опять машине ехать там желтеет а но это это хрен же придется ехать на машине походу блин чтобы заезжать в лес блин хотя я не хотел бы ночью делать я же не вижу просто тут нифига блин ладно опять дверь открыта да когда ты открываешь но какому принципу я же не знаю как с тобой бороться проклятая аномалия никогда глушу никогда переключаю рычаги никогда свет включая просто вдруг когда-то так стоять надо зум сделать вот так допустим а березка вы ребятки тоже тут и под колеса пожалуйста не бросаетесь я знаю вы взрываетесь а ну мне не надо о вот она и открылась ты открываешься когда я дверь открываю что они вот так все просто нет это камень это просто камень чуша хрень а вот и загадочная аудиозапись зональный приемник вот такой зональный приемник кстати про электровышку тоже надо почитать будет так но не сейчас вот брифинг бюро так что же уважаемые коллеги прототипы новых приемников сигнала готовы да и условно этот раз они не такие аппетитные это как понимаете не шутка прошлогодние нападение голодных до радиовала нам на эмалии пожравшихся низко низкочастотное оборудование оставило дыру в нашем бюджете на средства связи отрезал сотни людей от внешнего мира дамы ничего подобного больше не повторилось мы разработали новые прочные сплавы перевели оборудование на другие стандартные частоты предлагаю как можно быстрее установить новую систему убедить что убедитесь что каждый приемник оснащен устройство хранения данных и устанавливать их прочно припаивайте если понадобится чтобы больше ни один приемник не попал в руки этих самопровозглашенных радио партизан кто знает такую чушь они получают из внешнего мира или еще хуже транслирует отсюда если это повторится за последствия будем отвечать все я понял это значок это аудиозапись так частотные материалы мои дорогие американцы 2 огромная честь открыть перед вами новый горизонт научного прогресса неизмеримый потенциал вим технологии надежных руках истинных патриотов таких как доктора филипирования способны на звену курдой неузнаваемости так позвольте же поприветствовать вас в будущем фарадея или я ее не дослушал непонятно ну есть чё разберемся на месте чуть мне не нравится тут это вот все ну да оно самое девяносто пятый год доктор афелия тернер ставит голова плечу стоит голова к плечу с презентом кохом и ее спина вытянута в струнку кариев взгляд на исходе не сходит с небольшой камерой из стекла и к и стали кажется она даже не дышит как вдруг перед ними материализуется шар яркого света теперь все затаили дыхание от увиденного разряд молния словно застывший на пути к земле зал взрывается овациями камера выхватывает лицо доктора тернер легкое движение глупо единственный знак того что она слышит реакцию толпы доктор тернер президент кох позирует до фотоснимка но даже тогда на ее лице не появляется улыбки этот снимок будет украшать украшать полосы газет и научных журналов все следующее десятилетие тернер нарекут марить матерью лим технологии и ангелом новой эпохи газеты того времени любили давать громкие имена и обещать что утопия уже где-то не за горами после этого презентации доктор тернер навсегда скроется от публики за дверями правительственного исследовательского комплекса не берем в расчет так горстку рекламных роликов так она просто исчезнет вместе с валидными водами лим технологии так по ходу начинается шторм на судя по прыгающему вот этому да он снижается ну сорян тогда значит энергию мне забрать не судьба очень плохо очень плохо придется валить как есть а я так хотел набрать еще энергия она бы мне пригодилась но нам придется валить темпе вальса из этой зоны и тихо да чтоб тебя 10 раз туда и обратно самые противные вот эти штуки блин прям гадость хотя кстати теоретически я могу успеть ну хотя бы один забрать но не хочу рисковать не хочу рисковать в конце концов у нас сегодня задача номер один доехать до сирама надеюсь там что-нибудь будет хоть и не так много но все таки ну смысле не так много как можно было бы да можно было бы собрать две штуки этих зарядов стабильной энергии то есть было бы 2 кого или чё там и ла лима плюс то что найдем с иерами а так будет минус 2 только то что найдем с иерами это если найдем отвали дворина учит и потрах так пердец ни от кого столько проблем нет вообще да я бы успел собрать их хотя наверное с отключением якорей сила скорость шторма увеличивались бы ладно ладно мы проедем этот путь а это сейчас самое важное хотя сварочный аппарат я боже конечно изучил бы явно надо это сделать потому что на одной замазки блин долго не поездишь машину не ушатывает прилично уж доехали мы до сирама наконец-то постоянная стабильность так нас от внутренней зоны отделяет целая куча препятствий среди которых примеру еще одна стена и вся промежуточная зона просто взять и проехать туда не выйдет мы можем управлять нестабильностью примерно так же успешно как погода в разгар изучения лим технологии в зоне жили работали тысячи специалистов мы создали лим стабилизаторы чтобы удерживать некоторые области дороги пределах нашей реальности без них мы не могли не смогли поддерживать инфраструктуру такого масштаба в условиях нестабильности конечно именно лим технологии создала такие условия она самого начала была палкой о двух концах теперь эти стабилизаторы помогут тебе в одной из наблюдательных вышек вокруг сирама должна быть карта стабилизаторов этого сектора потрудишься найти и так а точнее надо заехать сюда найти наблюдательную вышку с видом отлично а это у нас значит якоря то есть значит налево потом направо в горку начнем начнем с этого хорошо ой дорожка тут блин и опять долбаный 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 ураган а тут всегда так хреново с погодой вот нет че интересно магазинная тележка а ой тихо крошка кэпе я тебя узнаю вы видно издалека чёрт побери Надо, Федя Надо Ой, по машине попали И по мне А еще раз по мне попали От души попали Ой, сейчас убьют нахер Надо было все-таки, как обычно Сначала вырубать, а потом Собирать Ну, зато это повод Пожрать вот эту вот Баночку Выложить ресурсики И надеяться, что машинка починится В скором времени Так, а мне как раз направо Вот сюда Трамплин зачем-то Ну, зачем здесь трамплин? Не надо здесь трамплин Что ты будешь, блин, делать С этой погодой, а? Этими, блин, столбами Вон она, вышечка Еще один разрядник Все вышки опечатаны Насколько они не настраивают Защитные протоколы Хватит одного обозленного сотрудника Который оставит Коди свое имя Ход перегрузки При загрузке 4, 7, 3, 5 Найди отсканируй Для меня карту стабилизаторов Мать моя Я на этих вышках убирался После каждой смены караула Даже не представляешь, чего я там насмотрелся Как бы это сказать День за днем наблюдать за сейрамом Занятия не есть приятных Не занятую я этим часовым Это надо убрать Да, ёббб Да Все Вроде все Фонарик сломался Так Ну Вкусный консервы у меня больше нет Зато у меня есть аптека И есть повод наконец-то ее использовать Бам И чего Ну давайте консерву сожрем Что-то как-то оно не сильно отрастает А, вот теперь отрастает Так Я надеюсь дорога ведет именно к вышке Они просто мимо проходит Куча машин с металлоломом Но Будем считать, что пока мне оно не надо Хотя фонарик наверное стоило бы сделать Да Фонарик сделать стоило бы Давай глянем, что нам Могу, не могу Да, я могу сделать Давай сделаем Вот Так Ну собственно повод его взять в руки Во-первых осмотреться В такой погоде не видно ни хрена на вашей смотровой вышке Это не интересно Рассекайте Так, что там было А, просто зажать вам сама нажиму Понял Принял Понял Принял Принял Понял Так Материальчики О, сигналки Еще одна Крим пем 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 Крим пем 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 Крим пем 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 Крим пем 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 Тут ни черта Карта стабилизаторов Это то, что мне нужно Приемник Забираем Так Тут есть что-нибудь интересное Тут Ни хрена интересного нет кроме опять же все тоже стекло в электронику осколки такое так на давайте мы это дело запечатлением на всякий пожарный на будущее мы забираем карту карта стабилизаторов сканировал есть я добавлю на карту доступные маршруты покинуть локацию по стабильной подъездной дороге но другое дело я нашла три подходящих стабилизатора секторов и все недостаточно близко мне я уже обновил твой маршрут подъездная дорога выглядит себя куда нужно так пока не очень понял об чем она бухтит тут а то есть ты мне предлагаешь покинуть зону на есть кстати говоря есть какой-то съезд вот к этому ядру я бы им воспользовался опять дверь открыта что что тебе за условия то непонятно я не понимать так карт маршрута вот куда ты меня хочешь вот сюда заслать так ладно раз такое дело давайте я наверное подчинюсь ну а сколько мог паста у меня была одна всего и химикатов нету ладно так значит чего у нас тогда пожалуйста зум чтобы я видел где это съезд будет на новой попробуем ой химикатов вам об обломках машин не будет так что идти туда смысла нет по крайней мере пока поломал еще немножко а х а где-то вот здесь у нас съезд налево а вот один уже докатался а это кстати говоря но и даже не один дождикам нет правее а это не поломанная машина не рухать это брошенная на на со сталью немножко заберем ресурсы и это тоже а нет а вот это нет но ресурсы тем не менее тоже есть ладно не совсем то что хотелось можно было бы попилить ну я честно говоря просто а хотя куда я цараплюсь да все равно за кадром и вот немножечко пособирали всяко разного отлично едем дальше собирать якоря значит не надо немножко правее на буквально где-то вот здесь нам видимо там какой-то туннель имелся ввиду потому что я сейчас банально тут сползаю по явно не предназначенным для этого склоном ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй я еще и кувырнулся и сильно помял машина я еще перевернулся на на молодец ладно жалко машинка помялась тихо 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 стоять 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 вернуть во первых вернись во-вторых остановись я потерял панель стальную дверь надеюсь она теперь не будет отваливаться на памята зарядно изрядно вы сколько я всего потерял включая фары а паре я потерял потому что аккумулятор сел ладно тогда ладно сюда вот выйду если выйду на твердое так сказать стоять место помню давайте зарядим тоже без фар конечно у нас тут что-то резинка выпала от трусов от моих не иначе тогда без фар тут хреново влага у нас есть зарядочка целая одна отлично точнее целых две но две нам не надо так а вот ремонта нет химикаты нужны для пасты а по химикатов у меня нет так что ремонт не получится опять дверь открыта и кто-нибудь вообще понял когда он открывается я ни хрена не понял придется все таки методом перебора наверное бороться с этой аномалии и кстати а нет вон она левее так подожди а как мне туда попасть а ну внизу да то есть по дороге налево вниз а ладно я пас понял а мне еще и дальше ехать а сюда может здесь поискать а а чё а ёперный бабай чё за звук это у меня извините колесо пробило опять открыто нам нужен набор герметиков а я не помню по моему брал да есть отлично это хорошо колесом и починим вот а вот крыло химикаты товарищи химикаты будьте любезны тряпки только ломик еще один а нужен ли он мне пусть будет это что же принципе расходуемый материал а вот и химикаты это хорошо только мало хорошо настенька но мало да блин больше ни хрена мало а нет нормально хватает давайте подмажем нашего марта нашу купила цену немножко просто куда и ты махнул явно куда-то никуда нам капот двери и правое переднее крыло давай все таки крыло ну и на дверь хватило отлично как раз я прям как чувство а еще задние двери на дну задние двери не судьба ладно можно было конечно еще поискать но опять же целях экономии времени двигаемся дальше якоря и на выезд а так то тут еще можно было свинец пособирать я помню на но это может быть может быть я как-нибудь просто что зайца на досуге за кадром сделаю слушая как бы мне а здесь радиация нет радиации нет дожди я не хочу туда ехать этот круг давать я хочу вот что сделать кстати вот здесь открылась при приключении в ней тралочку мы ведь не всегда ты открываешься при переключении в ней тралочку а так единственное надо было камеру карту лучше посмотреть короче где-то там за холмом самоубийственная вылазка но но надеюсь я переживу радиация на есть тут с другой стороны зря я наверное это затеял вы из ряда ой зря я забыл какая тут радиация на придется ехать на машине на бюджет ели ели созревания ели ели и опять надо жрать консервы в 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 же не просуммируются или нет ну ладно значит крючочек крючочек не нужна эта стабилизация очень-очень-очень в смысле энергия надеюсь она не начнет рассыпаться а это что такое что там светится а господи это просто эти доски светятся в свете фар как вы говорите мне что в якорь внутри нет я как слава богу не внутри мой как я 3 вот радиация здесь все равно бешеная ну не то что прям совсем бешеная но короче большая так теперь в принципе можно и дальше проехать наверх направо и вот как-то так да давай лучше так поедем не хочу здесь возвращаться рядом с этой крошкой кэпи все как-то не очень стабильно выглядит на машинку потрепала тихо 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 дорогу ни хрена толком не видать как тут эти разборы проводить в таких условиях а а где а где а где а как и серьезно не залезку слава богу у меня бак заканчивается а кстати очень вовремя до заправочка заправочка прям в тему женщин черт закрыта ну ну какого блин когда она открывается что за проклятие такое а ты черт я дерья еще не так встал нет нормально все с колесами кажется что она перекошена немножко и задача то заправиться чудненько полный бак пожалуйста так ну а теперь иначе чем это ёпт и вашу вот теперь она открылась ну явно никогда я передач не втыкал когда хочет открывается так значит направо до направо направо через железку налево хорошо поехали тихо тихо я пролезу вот ободрал машину придется долго чиниться тем более нужно нет для этой для сварки нужна нестабильная энергия которая все еще не знаю где и как брать ой зацепил сорян ладно это плохо но тем не менее так главное чтобы нас поезд не сбил какой-нибудь тем не менее как-нибудь будем дамы выкручиваться ну как выкручиваться ой 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 как выкручиваться разобьем машину в хлам на движок поврежден и еще лучше как выкручиваться на пасте на пасте будем выкручиваться на мази то химикатов полно насколько я помню так что наклепать этой пасты можем изрядно кстати если что а ну заряда мне кстати хватит от души и если что если вдруг слишком быстро начнет шторм приближаться я думаю заехать эту группу домиков или хрен бы с ней машин такое ощущение что стал ехать хуже надо чиниться давайте заедем давайте все таки заедем поищем химикаты на пасту потому что с таким состоянием далеко мы не уедем на где тут въезд я наверное да сейчас просто тоже на паузу опять же все это сделаю потому что просто зачем тратить время до серии на в общем-то банальный лутинг да точно точно если что-то интересно будет тогда я включусь маленькая птичка бламинго химикатов тут не было ни единой штуки а значит я по-прежнему не могу забубенить себе ремонтную пасту обидно по честь этого продолжаю ломать машину нам ой 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 уходи уходи из зоны чёрт 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 побери его и это мост так интересно закрыт 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 так направо да подорожки подорожки направо здесь ещё есть немножко заправка ну это опять же заправка и магазинчик ну давай глянем магазинчик прям опять аккумулятор садится кстати опять садится аккумулятор может здесь будет то есть здесь у нас будет радиация это я вижу радиация это не очень хорошо для меня прям это очень не хорошо для меня но мне надо извините ребята верстак о здорово конечно но на хрена мне верстак без материалов лучше ты мне материалов накидал накидал только радиации за пазуху блин опять одна ткань разбирать некогда нет тут ни хрена короче тоже зараза облом свалка ты ли это нет это просто свалка русу туриста облика морали ладно где наши консервы печалька печалька машина изрядно поломана очинить ее нечем а нам еще кататься и кататься ладно налево значит да ну вот как то она хромает хотя колеса вроде нормальные где-то здесь должен быть а вот и он якорь мини в качель или куда там его положено вдышло ой чуть не жахнул так от души как не ел консерву так ну чё я бы еще и третий забрал честно скажу я вам а это можно сделать проехав прямо свернув налево на какую-то горную тропинку козлиную давайте так опять же время у нас поджимает хотя чё наверное следующее место мы опять же поедем уже в следующей серии ну то есть мы туда приедем а двинемся там непосредственно исследованием займемся уже в следующей тогда серии да немножко медленнее получается проходить чем хотелось бы но я честно даже не знаю вот а вот так вот да все готово пробил колесо потому что с одной стороны вроде бы на герметик то у меня хватит набор герметиков хватит отлично потому что почему с одной стороны как бы да вроде все достаточно однообразно и не нет необходимости все это повторяться но с другой блин от нас атака атмосферность в этой игры конечно пипец какая вот по крайней мере играть я не знаю как смотреть оно играть прям очень вот зоны это эти погодные блин аномалии обычные даже и вот это вот все оно прям доставляет все эти приколы музыка особенно музык саунд в игре шикарная атмосфера добавляет прямо от души так а чё я не понял а то есть ты мне тут завалил дорогу да предлагаешь тебя объехать а с той стороны прыжком воспользоваться надо будет иметь ввиду ни в коем случае не прыгать вот а теперь в ту сторону прыжком да вот так вот ты хочешь а если я попробую тут проехать потому что трамплины ваши идите в жопу надо вернуть микромасштаб на тот случай если начнется бурля блин вот как ехать дальше не было мне бы вот честно вот вернуться бы в гаражик так просто починить это все пердец это я так туда еду потом еще обратно этой же дорогой да опять опять электрический туман опять у нас здесь долбаная долбанный трамплин но на этот раз я сделаю что я не поеду трамплин я вообще никуда не поеду тут конечно не очень хорошо с рядом с этим туманом но надеюсь все обойдется защиту машины конечно да тоже пострадала сожрем еще консерва у нас я корена достаточно близком если пешочком да тут и тут и тут и не проехал бы а он там домик какой то на той стороне но принц ним с домиком на самом деле надеюсь меня не шибет какая-нибудь хреновина начавшийся звездец и вот это вот все вот нормально ну вроде пока да врата можно только открыть аномалии пока нет ну смысле шторма ладно погнали нам и врата не нужны нам надо обратно на дорогу и на выезд с локации на следующую точку вы я очень надеюсь там будет день потому что меня ночь задолбала сказочно задолбал прям постоянно катаешь именно ночью прям проклятие какой-то ночь 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 ничего кроме ночи темно и стремно так что вот так что не знаю ездить не за ресурсами вне записи и все-таки будем двигаться как двигаемся делать пропуски на вот эти вот про проходные локации или не делать пишите я хоть из-за заранее как бы серии делаю пишу да но все равно комментарии читаю все равно как бы прямого внимания ну как минимум с того момента как прочитаю ваше мнение да и не сильно заранее у меня сейчас получается видосы делать так что допишите сплошняком вы на теле делать все-таки пропуски пух мы выехали с этой локации все таки и вроде бы все достаточно мирно а вот в следующей локации вот такой вот на машине в таком состоянии мы будем выбираться через врата искренне надеюсь что будет там будут там будут химикаты так то есть все таки а или вот сюда мне предлагаешь полигон бюро пузырчатый лес подожди а чё у нас вообще задать задание нету на ну ладно и все равно я здесь пару зала на аномалии не нашел то есть представить как надо подробно тут чекать все чтобы надыбать норы какие-то я даже не помню что за норы скрытые якоря появились интересно останутся ли скрытым якоря когда буря пройдет ладно едем выехали ехали и наконец-то приехали стабилизатор полигон бюро пузырчатый лес внешняя зона постоянная стабильность местные леса настоящий лабиринт если заблудишься следуя за трубами лим технологии стабилизатор нагревает их до таких температур что выдержать могут той может только оболочки с другой лим технологии так подключить стабилизаторы у нас здесь задание да вот они эти самые стабилизаторы здесь проезда не а врата слишком близко а я сразу могу открывать врата здесь якори нет понял принял обыдно досадно ну ладно но нам сначала конечно надо будет все это включить и я не вижу здесь много обилие да господи водитель мая очередь рассказать и промассовую галлюцинацию не собираюсь я не собираюсь разлагольствовать не волнуйся не собираюсь разговоры разлагольствовать как тобиас или фрэнсис потому что рассказывать то особо нечего это произошло утром 14 сентября 61 года мой коллега доктор джеймс кей проводил эксперименты на сверхсекретном объекте во внутренней зоне его ассистентом был мой муж доктор аллен тэрнер 400 в результате эксперимента произошел выброс гамма-излучения моментально убивший их обоих выброс энергии был невероятной силы десятки раз превышающий все на что способны созданные человеком источники он вызвал галлюцинацию всех кто еще не спал в радиусе 10 миль всех будто накрыла волной безумия но только на несколько секунд и кстати надо посканировать дорожную метку контрольную точку а вот и это вот у нас труба до который следует следует я так хотел походить постоять я думал ты будешь не рассказать дальше она весь завод замолчала да ну в общем короче я хочу хотел сказать я не вижу здесь обилие строений в которых можно было бы надо быть ресурсов так что надо будет проехаться быстренько активировать эти стабилизаторы и валить на хрен через врата вот вот ну она больше ничего не хочет нам говорить так что будем надеяться что это пока и что она потом нам все-таки до расскажет красивые столбы света ограничивающие нашу локацию нашу территорию в общем вот такая получилась серия если она вам понравилась ставьте лайк если не понравилось ставьте дизлайк оставляйте ваши комментарии делитесь впечатлениями об игре на моем канале моем прохождении подписывайтесь на канал если еще не подписаны и также подписывайтесь на группу вконтакте ссылочка из в описании если у вас есть аккаунты на возле литрова под на возле или на твиче и литрова блин когда же 20 из меня выйдет подписывайтесь на мой канал и там заглядывайте к нам слоградка на наш дискорд сервер ну и не забывайте жать на колокольчик дабы не пропустить выход новых серий а у меня на этом на сегодня всем всем спасибо и пока